А пока нам объявляют выход в ринг первой пары. Синий угол вызывается боксер из Кении. Синий угол вызывается боксер. 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 Евгений Смирнов в красном углу против боксера из Кении. Синий угол вызывается боксер. Синий угол вызывается боксер. Возрастной, но боксер, который дрался уже даже за высшие титулы в своей карьере. Здравствуйте, друзья. Ну, на самом деле, видел уже Евгения в деле. На самом деле, как правильно сказали, молодой проспект, который только начинает свою карьеру, рвется к вершинам мирового бокса. Первый раунд. Очень быстрые ребята. Очень быстрые ребята, но Евгений довольно-таки молод. Голодный до побед. Обстреливает своего оппонента джебом, но очень настойчиво. Точный удар в селезенку. Правой прямой. Сложно сказать, как будет проходить этот бой, но по первому раунду мы примерно будем понимать. Пока ничего сказать о сопернике Евгении не можем. Соперник опытный, но, я бы сказал, не отличается он особенной техникой бокса. Боксеры оба правши одного роста. Смирнов постоянно идет вперед. Агрессивно он начал этот бой. Ну и его сопернику остается только отбиваться. И двигаться по часовой стрелке вокруг оппонента. Скорость и в мощи Смирнов превосходит своего оппонента. Это видно. Ну, опять же, он дома. Да и думаю, что Майкл, ну и Авады, не так уж часто выезжает в северные для него уголки земли. И это определенный некомфорт, когда и разница во времени, и, опять же, климатические условия совершенно другие. Ну, просто-напросто холодно ему даже в ринге, наверное. Последняя минута первого раунда. В общем-то, ничего не произошло за эти неполных три минуты. Но как-то Смирнов уже определил себя в ринге как хозяин. А ведь по движениям, по мимике Ну и Авады видно, что он сдаваться-то не собирается. Хотя он реально понимает, что уступает и в скорости, и в мощи. Такие они бойцы из Кении. Очень часто они приезжают не только в Москву, в другие российские города. Россиянин родился в Кинишме, но профессиональным боксом уже как профессионал стал заниматься в Москве. Его тренируют Григорьев и Сучков, хорошие известные российские специалисты. Ну, а он в группе менеджеров, которые представляют Union Boxing Management. Такая американская группа. Менеджеры у него Вайсфилд, Токарев, Межеровский. Тоже хорошо всем известные специалисты. Ну, и под сам немаловажно, что подписал Смирнов контракт в этом году с миром бокса. С промоутерской компании. И подписал это на три года. В общем, парень, конечно, с перспективой. Отмечают, что он очень целеустремлен в своих тренировках. И вообще, вы знаете, так вот, ставит цель и идет к ней. Для 20-летнего парня это очень и очень, это даже неплохо. Потому что не разбрасывается, знает, что ему нужно от бокса и прикладывает к этому максимум своих усилий. Вот он первый нокдаун. Точный левый боковой, такой встречный. Удар был очень сильный. Мы как раз находимся рядом, буквально в двух метрах от нейтрального угла. Еще один жесткий удар. Этот раз с правой. Добьет, не добьет. В общем-то, время еще достаточно, потому что раунд только начался. Соперник в глухой защите поднял перчатки к голове, принял все эти удары, но чистых попаданий после нокдауна еще не было. Но, тем не менее, прессингует Смирнов, идет вперед, очень мощно пытается пробить. Соперник немножко так, конечно, пришел в себя уже. И еще много времени во втором раунде. Чуть больше половины. Смирнов очень жестко атакует в туловище. Особенно полу снизу, полу сбоку. И я даже несколько раз удивился, что Майкл выстоял, хотя было видно, что ему больно. Но, как ни странно, нокдаун получился в голову. Нет, но сейчас тоже была неплохая атака правым боковым. Туловище. Да, немножко как бы вылил свою энергию Евгений, несколько снизил сейчас темп, вымахался, что называется. Но раунд все равно хорошо провел с самого начала. Наверное, достоит этот раунд до конца, боец из Кении. Он пришел в себя на самом деле, а Смирнов снизил темп и силу удара. Ну да, последние секунды второй трехминутки. Картинка поменялась по сравнению с первым раундом и после начала второго. Потому что бегал, догонял Евгений своего оппонента и не догнал, в общем-то. Как-то выстрел, вытерпел его соперник. Соперник вытерпел, но ничего конкретного противовес не смог создать. Да, он стал как бы менее уязвим, может быть, во второй половине второго раунда. Но, тем не менее, все равно постоянно находился под прицелом и больше, конечно, думал о защите. Интересно, что вот появляются у нас ребята молодые, хорошие, перспективные. В общем-то, они были всегда, но дело в том, что часто многие из них терялись во время перехода в профессиональные боксеры и в первые свои годы. Потому что не было еще настолько налажена сама индустрия вот этого профессионального бокса в нашей стране. Сейчас, конечно, с радостью надо отметить, что сделан огромный шаг вперед. И молодые таланты, которых действительно немало, будем надеяться, не будут теряться на наших огромных просторах. Ну и уже не раз говорили, что под час промоутер или менеджер ведет своего боксера и доходит до какого-то определенной точки, дальше которой он не может сделать больше для своего подопечного. И тогда поступает предложение от большого промоутера, в данном случае от Андрея Рябинского. Боксер подписывает контракт и у него открываются новые перспективы. Это новые соперники, это большие матчи и продвижение в рейтингах. Неплохо. Правым прямым. Атаковал Евгений. Стал выцеливать. Поединок будет состоять из шести раундов. Должен состоять. Должен, по идее. Вообще, бойцы из Кении и из Танзании отличаются невероятной выносливостью. Ну, как все африканцы, в общем-то. В общем-то, да. Ну, а ведь там большой выбор на самом деле. Насколько я помню, что-то под 700 лицензированных бойцов только в этой стране. И, конечно же, самые талантливые, раскрученные, самые сильные боксеры подписывают контракты с американскими, крупнейшими промоутерскими компаниями. Ну, скажем так, середнячки или выше среднего уровня выезжают в разные страны, как в данном случае. Ну, а все остальные учатся и набирают какой-то рекорд у себя в Африке. Темп снизился. Как-то так же идет вперед Смирнов, но он стал менее агрессивен. Может быть... Нет, он не стал менее агрессивен. Просто африканец стал больше двигаться. Обратите внимание. Моментами он здорово включает ноги. Его трудно уже запереть где-то у канатов или в углу. У него нарывает дистанцию. Опыт, конечно. Он согрелся просто-напросто в ринге уже к окончанию третьего раунда. Поверил в себя. Потихоньку зрители в зале собираются. Мы слышим уже крики болельщиков. В концовку кричат секунданты. Это Олег Григорьев. Прошу прощения, Владимир Григорьев. Тренер Евгения Смирнова. Как раз он и секундирует боксера в углу. В красном углу. Ну что, три раунда. Позади, половина боя. Атаку провел к нему. Думаю, что ни у кого сомнений нет. Приоспособил россиянина. Он первый свой бой провел 30 мая этого года. И, простите, второй бой. В первом бою он дебютировал 15 марта, также этого года победил нокаутом тогда Владислава Сагалакова, опытного 35-летнего боксера из Санкт-Петербурга. Во втором бою Смирнов по очкам уже выиграл у перспективного серба Мюэна Савика. И вот сейчас Майкл Нюаде. Половина боя уже позади. 39 лет кенийцу, но, правда, всего лишь 16 боев за плечами у него. 12 побед, 8 досрочных, 2 поражения, также досрочных и 2 ничьи. Последние три боя выиграл. Все их провел у себя на родине в Кении. Поэнергичнее, кажется мне, Майкл, потому что он стал очень много работать туловищем и очень жестко ставить локти, когда Смирнов целится по туловищу. Вот вы видите, да приходит в себя такое чувство, что он только начал акклиматизироваться к середине этого боя. Вообще в ринге, в Москве, в России. Ну вот несколько раз Смирнов уже попал очень таким сильным, жестким, правым прямым ударом в область сердца. Ничего, стоит, кинет. А видно, что опыт у него есть. Пусть техника и слабовата, но одно другое заменяет. Он неплохо защищается. И вот тот левый боковой, после которого был нокдаун, ну, как-то он уже и подзабылся. Но со стороны, правда, кинейца не было вообще попаданий ни одного. Были, были, почему? Были такие очень незначительные, такие легкие. Ну, вот в данном случае у Смирнова только одна небольшая проблема. Он не перевязает углы совершенно сопернику. Он просто ходит туда, куда отступает его оппонент. Ну, как бы там ни было, четвертый раунд заканчивается. И, на мой взгляд, в общем, преимущество Смирнова так и остается. Но оно несколько снизилось от того, что он меньше стал попадать. А его соперник стал искуснее в защите. Но все равно. Судьи будут давать 10-9 в каждом раунде. А было еще 10-8, не будем забывать. Ну, да. Шансы, Майк, во все, уменьшаются и уменьшаются. И рефери этого боя... Почти не осталось, кроме одежды для накал. Да, Павел Кузнецов собирает записки. Кстати, я вам скажу, я только в кино видел, как Кузнецов судит в ринге. В нескольких фильмах он снимался, а здесь вот уже в реале. На настоящем, так сказать, в большом ринге. Павел Кузнецов живет боксом. Это его любимое дело. Судит ли он, организовывает ли что-то. И это его ринг, на котором проводится практически каждый матч в Москве. Вы видите панораму зала. Очень красивое помещение. Не сказать, чтобы оно очень древнее, но... Оно очень древнее по московским меркам, Андрей. В 1956 году построен дворец Форта. Ну, лужники, что вы хотите? Через два года будет 60 лет этому зданию. Это самый первый большой дворец Форта Москвы. Сейчас, правда, он уже называется Государственный Центральный Концертный Зал. Неплохой уклон справа и точный удар сейчас нанес Смирнов. Вот почаще. Нужно быть по-разнообразнее. В первую очередь его вторую перерезать. Но опять отпустил из угла своего соперника. Вот посчитайте углы. Второй. Вот уже в третьем углу сейчас стоит Кении. Дальше будет четвертый. И опять по кругу. Попал, кричат и зрители, и тренеры. Да, догонялся. Можно было развить атаку, но что-то не получается. Ну, последний удар, вот когда Смирнов догнал почти кинуться. По слову еще очень жесткий пропустил сейчас. И боковой неплохо. Можно добить. Можно закончить бой сейчас. Дальше это будет сделать сложнее, потому что усталость на копе. Майкл отвечает. Крепкий рейд. Не хочет проигрывать нокаутом. Хотя у него все бои, которые он проиграл, он проиграл досрочно. Что удивительно. Не сказать по нему, да? Ну, и выиграл из 12 боев. 8 тоже выиграл досрочно. Неплохо сейчас ушел вниз Смирнов. И он снова в атаке. Майкл на Иваде больше стал работать почему-то по туловищу. Ну, наверное, потому что чаще боксеры стали находиться на средней и ближней дистанции. Потому что Смирнов все время идет вперед. Но вот сейчас шанс нельзя выпускать из угла. Просто нужно отработать минуту до конца предпоследнего раунда. Отпустил. А ведь этот раунд был очень тяжелый для Ноя Вады. Андрей, не будем забывать, что Смирнову всего лишь только 20 лет. И это первый год его в профи-боксе. Тем не менее, мы имеем право подсказать, конечно. Нет, конечно. Я о том, что есть, конечно, где расти, куда расти. Но самое главное, что есть желание это делать. Да, желание не занимать. Даже желание подчас несколько превышает возможности спортсмена. Наверное, это хорошо, потому что опыт плюс тренировка и все остальное, плюс участие в разных соревнованиях только прибавит всего того, чтобы Евгений стал чемпионом. Ну и потом, понимаете, в чем дело? Его узнает публика. Вот уже второй его бой показывается в таком большом вечере. И транслируется по телевидению. Боящики постепенно его запомнят. У него появятся со временем свои поклонники постоянные. Ну вот они, замедленные повторы. Да, проходили жесткие удары, но вот тот пропущенный удар, когда чудом избежал атаки. То есть добивание кенийский боксер. Он когда шел назад по прямой, и чуть-чуть буквально расстояния ступни не хватило с Мердовым, чтобы последним ударом жестко достать его. Плотный раунд, сказал Владимир Григорьев, тренер Евгения. И сказал это, по-моему, раза два или три еще повторил. На самом деле, есть все-таки остался шанс, реальный шанс закончить этот бой досрочно. Но всего лишь три минуты, уже чуть даже поменьше у Евгения Смирнова. Ну, я думаю, что кенийский боксер не будет доводить атаку. Он будет всяким, любым разным способом, вернее, двигаться по рингу, избегать агрессии. И попытается не пропустить удар, чтобы достоять этот поединок на ногах. И, наверное, это будет его первое поражение в полном бою, да? То есть раньше все... Ну да, когда он достоит, проиграв, достоит до конца. Это тоже определенный опыт даже для взрослого спортсмена. А ведь Майкл уже за 30 лет? Нет, нет, нет. А, да, ему 39. Далеко за 30. И при этом всего 16 боев за плечами. А не скажешь, по нему очень хорошо сложен кенийский боксер. Сухой, подкачанный. Вероятно, постоянно держит себя в хорошей спортивной форме. Вы знаете, когда говорят спортсмен, даже не боксер, спортсмен из Кении, я именно всех такими представляю. Вспомните бегунов кенийский. Первое, что приходит на ум, марафон, да? Ну вот это... Все они такие. Короткий марафон, он уже побежал. Желесты. Правда, пробежал его спиной вперед. Да, снизил вообще темп и силу удара Смирнов. Он начал мазать и как-то... Подустал. Подустал это естество. Он как будто сейчас не верит в себя. Да нет, Андрей, просто подустал. Потому что бой-то, в принципе, в таком довольно высоком темпе проходит с самого начала. И когда ты постоянно-постоянно атакуешь, все время идешь вперед, то, конечно... Потихоньку, ну, по чуть-чуть он начал пропускать. Все-таки, Евгений, легкие удары. Ну вот, точный удар правой прямой. Я бы сказал, даже болтанул соперника Смирнов, но мы слышим удар молотка и поединок заканчивается. Все, бой окончен. Нам сейчас объявят победителя. Им будет Евгений Смирнов. Поздравляем молодого россиянина. Напоминаю, ему всего лишь 20 лет. Очередная победа. Только начинается его путь в большом профибоксе. Этот год для него... Ну, может, еще успеет провести один бой до конца этого сезона. До конца 2014 года. Что было бы совсем неплохо. Ведут его грамотно, ведут его очень бережно. Ну, даже бережно в каком смысле. Не то, что подставляют ему каких-то легких соперников. Нет, вот вы сегодня сами видели. Соперник был совсем непростой. Да и в отцы годится по возрасту. Да. Вот. Просто действительно у этого парня есть перспектива. Напоминаем, легкий вес. Это полулегкий вес? Полулегкий, да? Ага, полулегкий. Тем более. Поздравляем Евгения с очередной победой. Я бы сказал, уверенной. Но, на мой взгляд, можно было бы отбоксировать этот бой несколько качественнее. И быстрее в плане закончить этот поединок во втором, третьем или четвертом раунде. Ну, прошел всю дистанцию. Опять же, это огромный, огромный опыт для этого молодого спортсмена. Ну, вот, давайте посмотрим повторы. Видите, если даже и были попадания, вот особенно в последних раундах, то они были как бы вскользь. Не было такого точного, плотного прикосновения, перчатки. Акцентированного, да, попадания. Андрей Токарев, один из менеджеров Евгения. Благодарит соперника и его команду за участие в этом поединке. Итак, ждем следующего боя. Дамы и господа, представляем вам здесь раундовый бой в полутяжелом весе. Судьи урины.